Последующее влияние на y, изменение удовлетворенности соотношением работы и других сфер жизни, то есть увеличилась эта переменная, она повлияла на y, на соотношение p1 и p0, но еще произошло изменение этой переменной, которая тоже в свою очередь повлияла на y. Таким образом, этот коэффициент отражает прямое влияние, а это косвенное влияние. Но нужно узнать, насколько изменяется этот параметр при изменении этого параметра. Чтобы узнать, строим вспомогательную парную линейную регрессию, поскольку это у нас обе переменные интервальные, строим парную линейную регрессию. Analyze Regression Linear, находим интересующие нас переменные, запускаем. Запускаем. Вставляю куда-нибудь сюда, именно таблицу с коэффициентами. Нам нужны именно сами коэффициенты, причем даже только один коэффициент, который иллюстрирует, насколько изменится удовлетворенность соотношением работы и других сфер жизни. Таким образом, мы видим, что при увеличении на единицу удовлетворенности работой примерно на 0,5 увеличится удовлетворенность соотношением работы и других сфер жизни. А отсюда следует, что реальное влияние на y изменение этого показателя будет равно самому этому коэффициенту. Прибавить этот вспомогательный коэффициент умножить на коэффициент второго показателя. Вот такое изменение в реальности произойдет при увеличении на единицу удовлетворенности работой. Сильнее, как мы видим, почти в два раза сильнее, чем в таблице. Реально сама модель все это учитывает. Вопрос здесь только в интерпретации. Интерпретируя этот коэффициент, мы не можем абстрагироваться от этого коэффициента. И при помощи вспомогательной регрессии мы эту проблему решаем. Есть авторы, которые считают, что надо разносить коррелирующие предикторы в разные модели, но это практика тупиковая, на мой взгляд. Надо проводить совместную интерпретацию, как сейчас мы и сделали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...